Здравствуйте, это Рынки Позиции в студии Елена Хрупова. Итак, минувшая неделя у нас завершилась довольно неожиданным результатом. И напомню, на прошлой неделе за команду технического анализа выступал Илья Соганов, управляющий активами Андеррида Financial Group. Команду фундаментального анализа представлял Сергей Аллен, заместитель директора аналитического департамента ИК ОК Брокер. Давайте посмотрим, как завершилась минувшая пятница. Рекомендация была от технического эксперта шортить VXX от 16.30 по московскому времени. Соответственно, вы видите уровни открытия-закрытия по этому инструменту, и прибыль составила бы более 6%. В то же время команда фундаментального анализа рекомендовала нам покупку фьючерса на Газпром. Эта ставка также сработала, и здесь доходность, правда, была бы ниже, чем та, которую показала наша техническая команда. Доходность чуть-чуть ниже полутора процентов. Итак, доходность недельного портфеля – это тоже одна из слагающих нашего недельного счета. Здесь, конечно, выделилась команда технического анализа, поскольку в основном рекомендации были связаны так или иначе с опционами, но обращаю еще раз ваше внимание на то, что в целом это не столь прибыльно, как может быть рисково, как мы видим, можно потерять довольно большие внушительные суммы, если сделать в неправильном направлении ставку, не угадать это направление. И, кроме того, команда наша все-таки заработала 81% технического анализа в совокупности за неделю, в то время как команда технического, простите, наоборот, фундаментального анализа, она, наоборот, заработала бы себе небольшую просадку в виде почти полутора процентов. Итак, недельный портфель у нас, недельный счет команды у нас распределяется следующим образом. У нас еще входит туда зрительское голосование. Спасибо, что участвовали в нем, дорогие телезрители. Давайте посмотрим на его итоги. Тоже из наших экспертов выглядел убедительнее. Вы признали таковым технического эксперта. Илья Соганов заработал более 55% голосов респондентов и практически 45% у фундаментального эксперта. Соответственно, победный балл за именно зрительское голосование также достается нашей команде технического анализа. Общий счет команды на прошлой неделе, таким образом, 5-0. И, конечно, выдвигается немножко вперед, продвигается к победным очкам команды технического анализа. Я напомню, что с начала текущего года счет команд 34-41 пока ведет фундаментальная команда 41-34, но все-таки очень сокращается быстрый разрыв. Ну и еще раз напомню, что рейтинг аналитиков у нас есть по доходности. И среди этих экспертов как раз на третье место теперь встает участник прошлой недели Илья Соганов, в которой заработал более 81% и на первых трех местах представители команды технического анализа. Вместе с тем может что-то поменяться на текущей неделе. Ну, текущая неделя, давайте тогда приступим уже к ней. Наконец-то у нас будут представительницы слабого пола, но уверена, что это наоборот подогреет интерес к нашей программе. И на текущей неделе за командой технического анализа будет бороться Ирина Булыгина, управляющая активами компании «Булыгин Энко», а команду фундаментального анализа представляет Мария Сальникова, ведущая аналитик финансовых рынков компании «Фиба Групп». Здравствуйте, дорогие дамы, спасибо, что принимаете участие. Вот женская битва считается открытой и предлагаю тогда перейти к ставкам сегодняшнего дня, к тем торговым идеям, которые есть в первую очередь у команды технического анализа. Это у нас уже традиция. Ирина, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо большое, Елена. Еще раз очень приятно присутствовать у вас в студии, участвовать в передаче. Да, Ирина уже второй раз у нас участвует. На секундочку. Спасибо. Итак, сегодняшний мой выбор – это акция «Башнефть». В принципе, если рассмотреть в целом российский рынок, то я бы охарактеризовала его как весенний авитаминоз. То есть в марте мы видели рост рынка, но сейчас он заканчивается, и найти трендовый инструмент крайне сложно. «Башнефть» в пятницу закрылась под лоу, и в принципе сегодня по техническому анализу поступил сигнал на то, что можно открывать шартовые позиции. Цену открытия шарта мы запишем в 2555 рублей. Стоп – 2591 рубль. И в принципе, если мы увидим пробой 2550 сегодня, я думаю, что коррекция в акции произойдет на 2,5%, даже до 3%. Что в принципе может хорошо помочь команде технического анализа заработать балл. В целом, если посмотреть не техническую точку зрения, а фундаментальную, акция сама по себе и компания находится, можно сказать, развивается очень хорошо, и в принципе находится в топ-10 по добыче нефти, и в топ-5 по переработке нефти. Но так как мы работаем технически и ловим небольшие моменты, небольшие коррекции, я думаю, сегодняшняя ставка может сработать и принести плюс технической команде. Спасибо. Спасибо большое. Это была рекомендация, торговая идея от нашей технической команды. Но вот, Ирина, хотелось бы уточнить у вас, ставка здесь именно на эмитенты как такового, то есть на ваш нефть, или все-таки вы прогнозируете некое изменение в динамике нефти, поскольку нас спрашивает наш постоянный зритель Игорь Суздальцев, например, о том, каковы перспективы фьючерсов бренд на текущей неделе. В принципе, данную ставку я ни в коем случае не интерпретировала к цене на нефть, я, в принципе, именно шортила компанию как таковую. А есть поводы, Вария, для того, чтобы делать? Ведь предстоит, например, приватизация с передачей части пакета акций в управление. Вот это же хорошая новость должна быть. Здравствуйте. Да, действительно, я оцениваю вероятность снижения акций рынка энергоресурсов как достаточно высокую, то есть компании энергоресурсов, они выглядят перекупленными, и для башнефти сдерживающим фактором падения выступит как раз вопрос приватизации. Сдерживающим падение, тем не менее, вряд ли это позволит отойти от общей тенденции по коррекции. И по нефти в целом мы рассматриваем на эту неделю вероятность снижения. А вот какие-то уровни вы можете обозначить по снижению нефти на текущей неделе? Уровни технические, наверное, нам лучше оценивать. Давайте так, то есть порядка полутора-два доллара я допускаю снижение по нефти в рамках торгов до окончания этой недели. Ирина, а у вас какие прогнозы по поводу нефти на текущей неделе? В целом, да, по марке Brent. Я думаю, что снижение тоже будет в районе полутора-двух процентов. В принципе, сильного падения не ожидаем. Но ведь все-таки нам скоро уже предстоят такие важные события. В первую очередь, та самая встреча, которая намечена на 17 апреля. Мы все ближе к ней подвигаемся. И, казалось бы, вот оно счастье, когда могут заморозить добычу нефти и, соответственно, каким-то образом сбалансировать. Вот, Мария, как, на ваш взгляд, будет это либо невероятное, что должно произойти, чтобы договорились производители о сокращении? Спасибо за вопрос. Да, действительно, вопрос сокращения объемов добычи, он сейчас витает в СМИ. И это выступит спекулятивным фактором для рынка энергоресурсов. Почему? То есть, Судовская РФ будет выступать, будет демонстрировать шаги, по которым она, может быть, не пойдет на данное снижение. Мы уже сейчас слышим с вами о таком условии, как необходимость согласования с Ираном. То есть, если Иран пойдет на снижение одного объема добычи нет, то есть спекуляция, это можно так назвать. А вообще видно, Ирина, на графике, например, Brent и по объемам, что идет какая-то спекулятивная игра. В чем это может выражаться? Нет, в том-то и дело, что сейчас технической точки зрения никаких признаков, скажем так, остановки тренда, либо какой-то набор позиций просто нет. Объемы, наоборот, за последние несколько недель снизились. Как говорю, в целом, авитаминоз. Ничего вот конкретного не происходит. Ну да, еще были праздничные выходные, связанные с Пасхой, может быть, с этим. Ну, приступим тогда к торговой идее сегодняшнего дня. Вот наши фундаментальные, простите, команды. Мария, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо большое. И сегодня мы рассматриваем для торговой позиции валютную пару фунт-доллар. Это открытие длинных позиций. У нас фундаментальное обоснование идет данные по рынку труда США, которые были опубликованы на прошлой неделе. Это и слабость показателя ADP в среду, которую мы узнали, и недостаточно высокий прирост по нонфармам, который был опубликован в пятницу. Плюс рост уровня безработицы США до 5%. Это со стороны США. Если брать по Великобританию, у нас еще не отработались данные по ускорению темпов роста ВВП страны. По данным за четвертый квартал 2015 года окончательные оценки вышли оптимистичнее прошлых значений. То есть у нас состоялся рост и в годовом значении по темпам роста ВВП и в месячном, в квартальном. То есть оптимизм есть со стороны Великобритании, есть умеренный пессимизм со стороны США. Дополнительно хочу принять во внимание изменение активности в производственном секторе по миру. У нас был опубликован ASMPMI, то есть изменение деловой активности по миру. И там достаточно оптимистичная оценка вышла, которая может выступить причиной роста спекулятивных настроений к рисковым активам. То есть отойдут немножко от доллара США. Я все-таки выступаю как некий пессимист относительно американской валюты, что на мировых площадках доллар сейчас на этой неделе может показать умеренную просадку дополнительную. И мы рассматриваем покупку валютной пары фунт-доллар от отметок 1,4190-1,4170, максимальное снижение, мало ли, на американской сессии 41,40. По цели у нас покупка это 42,60 профит. Ну, либо будем фиксировать прибыль по окончанию текущего дня. То есть мы с вами оцениваем вторую половину дня, поэтому я беру все-таки спекулятивный интерес американской сессии, и там может произойти как раз скачок по паре фунта-доллар. Спасибо большое. Рекомендации нашей фундаментальной команды. Ну вот вы говорите о том, что пессимист по американской валюте, но ведь есть и пессимизм в отношении британского фунта, это Brexit. Если Великобритания все-таки одобрит выход из еврозоны, что в этом случае будет? Вот спасибо за хороший вопрос. Вопрос Brexit, я его оцениваю... Ну давайте так, я не ожидаю того, что в июне текущего года мы получим с вами выход Великобритании из ЕС. Это выступит больше спекулятивным фактором. Опять-таки, да, нагонять будут ожидания рынка о том, что состоится референдум, но по факту процесс разрыва отношений, он достаточно сложный, и вряд ли мы увидим с вами окончательное решение о разрыве отношений в июне текущего года. То есть я все-таки рассматриваю с вероятностью, наверное, 45 на 55, что Великобритания сохранит отношения с ЕС в текущем формате. То есть сейчас у нас все прицельное внимание направлено именно на Соединенные Штаты. Ирина, вот если говорить о тех или иных долларовых инструментах, рассматриваете ли вы какие-то валютные пары в связке с долларом, и какие именно? Ну, на этой неделе, я думаю, мы обязательно поторгуем валютную пару доллар-рубль, так как она является одной из самых интересных волатильных валютных пар на российском фондовом рынке. Давно произошло вот это нарастание волатильности в этой валютной паре? Нарастание волатильности, в принципе, первый такой шаг мы видели в конце 2014 года и 2015 год тоже. Очень сильная волатильность, конечно, была максимальная в этом году, это январь месяц. Это теперь, как вы считаете, норма для валютной пары доллар-рубль или все-таки некая аномалия, которая со временем пройдет? Временная аномалия, я бы так сказала. Вот сейчас идет затухание. Сейчас временное затухание, в принципе, и волатильность немножко сократилась, и дневной АТР валютной пары, если брать фьючерс, сейчас 1300-1500 пунктов, в январе он был 3-4 тысячи пунктов. Поэтому сейчас временное затухание, но я думаю, это затишье перед бурей. Но есть ли все-таки такие признаки затухания вот этой волатильности, вот этой вот бурьи, и насколько вы считаете привлекательной сейчас торговлей именно на валютной паре доллар-рубль? Это достаточно интересная пара для торговли в связи со связкой по нефти. То есть можно в небольшом диапазоне продолжать. Может, это, наоборот, плохо, что слишком много факторов влияют на волатильность, на динамику этой валютной пары? Или все-таки, наоборот, хорошо? Это валютные рынки. Здесь будет так каждый день. По каждой валютной паре у нас будет всегда много факторов, которые будут одни поддерживать, другие оказывают давление на валютную пару. И, тем не менее, это не исключает интереса к валютной паре доллар-рубль. Какие у вас есть прогнозы по поводу того, как будет двигаться, например, на текущей неделе, может быть, в более долгосрочном периоде? Потому что рубль, конечно, волнует всех наших телезрителей, без исключения, я думаю. Все-таки сохранится связка с котировками нефти марки Brent. То есть мы будем с вами видеть умеренное укрепление, снижение стоимости нефти. И это вызовет поддержку валютной паре доллар-рубль. То есть тут возможны покупки. Но в целом я еще допускаю укрепление рубля до конца второго квартала. Ирина, у вас какие прогнозы в ценовом параметре? Действительно, стоит очень внимательно наблюдать за ценами на нефть. Потому что если мы видим уверенный уход, выход с диапазона по нефти ниже 36-35 долларов, соответственно, это даст импульс валютной паре доллар-рубль вверх. То есть если мы пробьем по фьючерсу 71,5-72 тысячи, то я думаю, мы можем спокойно сходить и на 75. Но нам все-таки стоит набраться терпения и ждать. Говорить, что вот именно сегодня-завтра это и произойдет, к сожалению, рано. Да я бы сказала, к счастью, рано. Да, к счастью, рано. Поэтому будем, скажем так, смотреть и наблюдать. Обязательно будем держать руку на пульсе. И я думаю, что еще неоднократно на текущей неделе затронем эту тему. За команду технического анализа на этой неделе борется Ирина Булыгин, управляющая активами компании «Булыгин.НКО». А команду фундаментального анализа представляет Мария Сальникова, ведущая аналитик финансовых рынков компании «Фиба Групп». С вами была программа «Рынки позиций». Елена Хрупова. Не переключайтесь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин